Всем привет, с вами Тарея и добро пожаловать в новое видео! И давайте сегодня с вами поговорим о четырех людях, которые ранее посвятили себя кей-поп-индустрии, они дебютировали в различных кей-поп-группах, и что же стало с ними теперь? Чем же они занимаются? Изменили ли они своему делу жизни? Или же все-таки продолжают свою карьеру, но немножечко в другом направлении? Давайте со всем этим с вами разберемся, ну и также, конечно же, подписываться на мой инстаграмчик, там происходит реальная жизнь! Ну и, конечно же, пишите свое мнение обо всем этом в комментариях, но я вас всех очень сильно люблю, мои зайки, ну а мы начинаем! Ну и давайте начнем с Лиджуна, бывшего участника группы M.V.Light. Он дебютировал в 2009 году в качестве вокалиста и главного танцора, но покинул данную группу еще в 2014 году. И тогда же он уже смотрел в сторону актерской карьеры, потому что его это заинтересовало, и он начал участвовать в своих первых проектах. Но при этом, несмотря на вот этот вот нереальный некогда успех группы M.Black, и они в те времена продали около 300 тысяч своих альбомов, все-таки что-то не сложилось. И да, данная группа до сих пор не расформирована. То есть они до сих пор существуют, но в составе как бы трех человек, которые ничего не делают, ничего не выпускают, и где-то с 2015, кажется, года они просто ушли в такое вот затишье, и от них ничего особо не слышно. Но что касается Ли Джуна, это то, что он стал двигаться в сторону развития своей актерской карьеры. И также за время всего этого он, перед тем, как отправиться в Варбушку, выпустил также свой цифровой сингл. После того, как он вернулся, он снова занялся своей актерской карьерой и стал сниматься в корейских сериалах, стал участвовать в съемках-фильмах. И у него даже было свое шоу на радио, которое он вел вплоть до мая 2021 года. На данный же момент он готовится к тому, чтобы поучаствовать в проекте, который будет вот таким вот мистическим триллером. В общем-то, вся вот эта вот загадочная тематика его определенно не оставляет. Что ж, будем ждать его новый проект. Еще один человек из данного списка – это Лена из группы Six Mix. И что касается нее, это то, что Six Mix – это изначально, так скажем, предварительная версия группы Twice. Они должны были дебютировать в 2014-2015 году, но, тем не менее, их дебют не состоялся. И в данной группе было 4 участницы, которые в дальнейшем попали в Sixteen и дебютировали в качестве группы Twice. Но что же касается Лены, что же с ней приключилось? Это то, что по неизвестным причинам она покинула данную компанию еще до того, как было запущено шоу с Sixteen. И, соответственно, она не принимала в нем никакого участия. И таким образом получается, что когда она покинула компанию, она вернулась обратно в США и там через некоторое время приняла участие в так называемом, по-моему, конкурсе красоты мисс США, мисс Корея США или как-то так. В общем-то, в какой-то вот такого вот формата конкурса и она оказалась в числе четырех победительниц. И в дальнейшем она уже стала менее активной в качестве айдола, в качестве танцовщицы, потому что первое время, да, она действительно проявляла себя как танцовщица. Она была в проекте Сон Ми и она показывала как бы свои вот эти вот навыки, свои таланты, но потом стала художником-постановщиком Warrior Brothers. И на данный момент она занимается своей вот этой вот основной работой в данной компании и проявляет себя в Инстаграм. В общем-то, вот так вот неожиданно изменилась ее жизнь после ухода из компании JYP. Далее, конечно же, стоит затронуть Самуэля. Его мы могли видеть, по-моему, во втором сезоне шоу Produce. Тогда он оказался в числе 18 вот тех людей, которые были перед созданием группы 101. Но в данную группу он не попал. И вот какова была его судьба. Это то, что на самом деле это не первый проект, в котором он мог дебютировать. Потому что изначально он присоединился к компании Playlist Entertainment и он мог дебютировать в группе Seventeen. Но его мать тогда посчитала, что он еще слишком юный и поэтому ему пришлось покинуть данную компанию. Далее он стал частью дуэта One Punch и как бы показал свои таланты в качестве участника этого дуэта. И, в общем-то, данный дуэт был таким вот коллабом между Brave Entertainment и Deep Business Entertainment. Но через 8 месяцев из-за того, что One, то есть часть вот этого самого дуэта, он оказался в компании Voyager Entertainment. И этот дуэт прекратил свое существование. И Самуэль опять остался немножечко неудел. Но тут появился проект Produce, куда Brave Entertainment его благополучно отправили. Но в дальнейшем у него начались некоторые проблемы с этой самой компанией после того, как он уже выпустил как бы полноформатный альбом и мини-альбомы и цифровые синглы. И, в общем-то, когда он после всего этого вернулся в Калифорнию к себе домой, то там произошла неприятная весьма история с его отцом связанная. И поэтому он на определенное время выпал изо всей этой индустрии. И на данный момент он думает о том, чтобы создать собственный лейбл, потому что он не активен больше как кей-поп-артист. Но, тем не менее, он показывает себя в ТикТоке, в Инстаграме и говорит о том, что он действительно задумывается о создании собственного лейбла. Ну и, конечно же, четвертый человек в данном списке – это Келькена из группы Priestin. И вот какова ее жизнь была. Это то, что изначально она попала в компанию Playlist Entertainment, когда ее разыскала компания в Китае. Они предложили ей присоединиться, она согласилась и перебралась из Китая в Южную Корею. Она начала свою стажировку, потом в 2016 году появилось шоу Produce, и она стала его частью, собственно, от компании Playlist Entertainment. И в дальнейшем смогла дебютировать в группе IOI. Но через определенное время, конечно же, как всегда происходит с проектными группами, данная группа была расформирована. Но уже через где-то пару месяцев после расформирования IOI она дебютировала в качестве участницы группы Priestin. И также потом, в 2018 году, она уже стала частью подгруппы Priestin V, и так продолжалась до расформирования этой самой группы. После того, как все участницы разошлись и как бы разъехались по разным частям, Келькена все-таки приняла решение остаться в компании Playlist, но заниматься больше китайскими проектами, выпуская различные саундтреки к сериальчикам, и также выбрав актерскую карьеру, помимо записи этих самых саундтреков. И на данный момент, да, она больше занята именно этими проектами. И также некоторое время назад, по-моему, в мае, она как раз-таки приняла участие в проекте, который был таким небольшим воссоединением IOI, и она звонила бывшим участницам по видеосвязи. В общем-то, вот такая вот интересная жизнь происходит с теми людьми, которые когда-то были частью различных кей-поп-групп, но сейчас ими не являются. А как вы думаете, какое будущее у этих людей? И следите ли вы за их жизнью? Невозможно, вы смотрите какие-то проекты с их участием, либо же ждете новых музыкальных работ. Конечно же, обо всем этом пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok